Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами будем выполнять вот этот легкий нежный образ, который я назвала молочный шоколад. Этот образ придаст вам много нежности и просто будет светиться личико у вас. Я уже подготовила свое лицо и теперь кистью от Zoeva Silk Finish наношу Infallible Pro Matte Foundation в оттенке 103. Просто наношу ее аккуратненько на шею, на ушки, везде, где мне нужно, чтобы все это смотрелось красиво и вкусно. И затем аккуратненько прохожу кисточкой вновь, чтобы убрать все какие-то недостатки и линии. И используя мой любимый L'Oreal карандаш, я рисую себе брови и, конечно же, заполняю их. У меня очень светлые и очень тонкие брови, поэтому мне приходится потратить некоторое время на них. И также я делаю это со следующей бровей, пытаясь сделать их как можно более одинаковыми. Затем с той же самой кисточкой от Zoeva Silk Finish я прохожусь по бровям, чтобы сделать их натуральными и нежными. Подготавливаю веки с Urban Decay Primer и переходим к моей самой прекрасной любимой палетке. И кисточкой от Zoeva 221 набираю вот этот тон тонень. Я наношу его на весь свой, на всю свою века, концентрируясь на внешнем уголке, и затем, медленно идя к моему внутреннему уголку глаза, все тщательно разбафовывая и делая такое нежное перышко, можно сказать. И затем, естественно, я перехожу к своему следующему глазу для того, чтобы они смотрелись немножечко одинаковые. Затем кистью Zoeva 231 я набираю этот Saddle Color и наношу его на мои внутренние или внешние, как они называются, уголки глаз в форме такой галочки. Пытаюсь все это красиво разбафовать и сделать, опять же, нежным и таким очень-очень летающим, как перышко. И переношу немножечко на свои внутренние уголки глаз. И все это разбафовываем очень аккуратно, на это тратим время, не упускаем этот момент. Затем набираю этот прекрасный Sugar цвет кисточкой Zoeva 234 и наношу на все свое подвижное веко. Я добивалась такого цвета, которого мне нужно, поэтому вы можете добавлять столько, сколько вам нужно. И все, естественно, это бафуете и делаете такие переходы нежные, чтобы оно смотрелось все такое единородное, красивое, но не смазанное вместе, чтобы были четкие такие грани, но в то же время, чтобы не было четких линий. Добавляю более темного оттенка и кисточкой 224 от Zoeva я все это дело красиво прибираю, чтобы это все смотрелось нежно и бафую. И всю ту же самую историю я повторяю на своих нижних веках и разбафовываю еще больше. Затем своим пальчиком я иду в Chiffon цвет и наношу это нежненько на мои внутренние уголки глаз. Затем той же самой кистью 224 я иду в этот Parcelain цвет и наношу его на мою косточку под бровью для того, чтобы осветлить ее и, естественно, немножечко все это разбафовать. И то же самое я делаю внизу для того, чтобы посмотрелось еще нежнее. Затем я беру свой любимый Milani карандаш подвожу глаза и накручиваю свои ресницы для красоты и пышности. Беру мою любимую тушь Benefit They Are Real и наношу на свои реснички. Эта тушь нереально меня радует. Она делает мои ресницы длинными, пышными, красивыми, какими-то натуральными, но в то же время как будто бы у тебя накладные ресницы. Вот посмотрите, вообще очаровательно просто. Затем я беру свою любимую палетку от Kat Von D и наношу этот светлый тон кистью Zoiva 127 и начинаю здесь творить. Затем я беру этот светлый оттенок и кисть от BH Cosmetics. И просто осветляю свои необходимые места на лице, на лбу. Теперь приступаю к моему любимому хайлайтеру Girl Nits Pearl от Benefit и наношу его на все необходимые места. Он нереально вкусно пахнет, красиво натурально смотрится. Наношу его на носик, верхнюю часть губы и затем подвожу своим любимым карандашом натуральным от Essence губки. При помощи помадки Nars в отцвете Recruiting я придаю немножечко больше цвета моим губкам и затем этим тоном придаю немного больше блеска моим глазам и также наношу на свою губку, чтобы она смотрелась более пухленькой и красивой. И вот что у нас получилось. Это очень нежный, очень нейтральный натуральный мейкап, который просто подчеркивает вашу красоту лица и не добавляет никакой тяжести. Несмотря на то, что я не собиралась, но все-таки решила нанести немножечко румяна от Heart Candy, потому что без румян ну просто не обойтись. Посмотрите, какой нежность, красоту и просто такой очаровательный нежный цвет добавляет румяна лицу. Вот и наш молочный шоколад. Я надеюсь, что вам понравился этот образ. Я очень довольна этим образом. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, вверх, только вверх и комментируйте внизу ваши мысли, ваши отзывы. И я думаю, что это как будто все, что я хотела вам сказать. И я надеюсь, с вами увидится в следующем видео. Всем пока!